МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие две недели вышло 138 печатных публикаций в федеральных и региональных СМИ, 66 телевизионных и радиосюжетов, 674 публикации и сообщения в интернете. В ходе заседания коллегии счетной палаты 25 января были рассмотрены результаты проверки расходования средств фонда ЖКХ в Ненецком автономном округе. В числе нарушений было отмечено, что для капремонта многоквартирных домов подрядные организации часто привлекались без конкурсного отбора, а 74 миллиона рублей было заплачено за невыполненные работы. На заседании также рассматривалась ситуация, сложившаяся в результате реформы прежним руководством Минобороны, Суворовских и Нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. В ходе проверки выявлены нарушения при исполнении госсредств на сумму 755 миллионов рублей, а также нарушения действующего законодательства во время реорганизационных мероприятий. Вопросы развития агропромышленного комплекса и системы ЖКХ Тамбовской области рассматривались 30 января на совещании в счетной палате. В своем выступлении глава контрольного органа Сергей Степашин особое внимание уделил решению задач достижения нового качества экономического роста, модернизации госуправления, повышения уровня жизни и социального обеспечения граждан, поставленных в прошлогодних указах президента. Очевидно, что без распределения полномочий и финансовых источников, что очень важно, с полномочиями у нас все в порядке, с финансовыми источниками всегда проблемы возникают. На их реализацию в пользу регионов и муниципалитетов мы не сможем обеспечить необходимый уровень финансирования здравоохранения, образования, передаваемых в ведение органов госвластии, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. И, наверное, вы со мной согласитесь, что без такого перераспределения достижения показателей, самое главное, качества жизни заданных руководителем нашей страны может оказаться под угрозой срыва. Я в целом говорю о стране, не говоря конкретно о Тамбовской области. В начале второй недели февраля в Белгороде прошло совещание, посвященное вопросам кооперативной жилищно-накопительной системы, в котором принял участие заместитель председателя счетной палаты Валерий Гореглят. Мы ни в коей мере не преувеличиваем значение и не считаем, что жилищно-накопительные кооперативы должны заменить собой все существующие формы решения жилищных проблем, включая федеральные целевые программы женища, включая такую форму, как ипотечное кредитование. Но свое право на существование эта форма имеет. И, пожалуй, это главный вывод, который я вынес из общения с нашими благородскими коллегами. В первый день февраля счетная палата и объединенная судостроительная компания заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в решении задач целевого и эффективного расходования средств, направляемых на сохранение и развитие научно-производственного потенциала судостроительной отрасли страны. Вопросы формирования федеральной контрактной системы и гособоронзаказа были в числе тем пресс-конференции 31 января, в которой участвовал аудитор счетной палаты Александр Пескунов. Нам сказали, вы что, вы предлагаете системное решение? Я говорю, ну и что? Не, ну страна не готова к системному решению. Если сороконожка задумается о том, с какой ноги она бежит, она упадет. Хотя она начала ответить на вопрос, оттуда, где бежит эта сороконожка. Мы этим законопроектом закрепили ситуацию, когда 2-3 человека будут и лепить, и корректировать потом этот государственный оборонный заказ. Большое интервью председателя счетной палаты Сергея Степашина вышло на канале Комсомольской правды 5 февраля в передаче «По делу». В ней речь шла о предстоящей работе контрольного органа в этом году. Мы очень рассчитываем на то, что все-таки у нас будет меньше проектов, которые не реализуются. Кстати, у нас каждый год, вот я называл цифру 1 триллион у нас на госзакупках выделяем, а 1 триллион у нас ежегодно. Это в год? Да. А 1 триллион у нас не осваивается в бюджетных денег. Они выделены в бюджете, выделены министерствами, ведомствами. То есть они где-то лежат или их крадут? Да, они остаются в бюджете. Их украстьли? Нет, их не украли, они остаются в бюджете, но не сработали. Деньги выделены, они нужны для людей, они нужны для реализации программ целевых. Они не сработали. План параллельных мероприятий Счетной палаты и Росфиннадзора на 2013 год был утвержден на совещании 4 февраля. Он призван в частности синхронизировать проверки в Миноборнауке, Минобороны, Роскосмосе, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Кроме того, план предусматривает проведение проверки использования средств на подготовку ЖКХ к осенне-зимнему отопительному сезону. В итоговой программе на телеканале НТВ 27 января обсуждались махинации чиновников в Челябинской области. О предстоящей проверке региона Счетной палатой рассказал директор Департамента информации Алан Ужегов. С 28 января этого года, то есть с понедельника, Счетная палата Российской Федерации приступает к комплексной проверке Челябинской области. Исследоваться будет соблюдение законодательства, эффективное и целевое использование государственных и муниципальных средств и собственности. Проверяться будет непосредственно правительство Челябинской области. Оперативный отчет о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2012 года утвержден 1 февраля на заседание коллегии Счетной палаты. Доходы бюджета исполнены в сумме немногим менее 13 триллионов рублей, что на полтора триллиона превышает уровень 2011 года. Расходы тоже составили почти 13 триллионов рублей, что составляет 99,3% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, превысив аналогичный показатель за последние три года. Коллегия также рассмотрела результаты проверки эффективности расходования средств Государственной корпорации фонда ЖКХ. В отчете отмечается, что качественных преобразований в отрасли не произошло. Состояние жилищного фонда характеризуется высокой степенью износа и способствует избыточному потреблению энергоресурсов. Хозяйственный механизм, сложившийся в настоящее время, не обеспечивает эффективную и надежную работу коммунальной инфраструктуры и ее модернизацию, бесперебойную поставку коммунальных ресурсов потребителям. 5 февраля председатель счетной палаты Сергей Степашин встретился с делегацией Конституционного комитета парламента Швеции. Стороны обменялись опытом по вопросам взаимодействия высших органов финансового контроля России и Швеции с органами законодательной власти своих стран. Глава российского контрольного органа подробно рассказал об основных принципах организации работы возглавляемого им ведомства, важнейшим из которых, по его словам, является принцип гласности. Ситуация с договорными футбольными матчами оказалась в центре внимания программы «Линия защиты» на телеканале «ТВ-центр» 29 января. Давно поднимающий эту тему Сергей Степашин высказался по данной проблеме достаточно жестко. Договорный матч – это не спорт, это позор. Договорный матч – это убийство спорта, это обман болельщиков, это мошенничество в особо крупных размерах. Я бы вот сюда подвел эту статью и хоть бы разочек с пробега снял два клуба. В воскресенье 3 февраля в программе «Парламентский час» на телеканале «Россия-24» стартовал цикл сюжетов, посвященных 20-летию Конституции и Парламента России. В передаче принял участие Сергей Шахрай. Социальное государство, правовое государство, демократическое, федеративное, частная собственность тоже уже не обсуждалось как один из экономических укладов. И вот эти 10 заповедей записаны в основах конституционного строя как данность, которая на тот момент существовала. Остальные позиции записаны как образ желаемого будущего. То есть это не закрепление в бронзе, а ориентир, которому государство и общество будет идти еще не один десяток лет. Проблемы качества юридического образования были в центре внимания Президиума Ассоциации юристов России, заседавшего в счетной палате 1 февраля. Отмечалось, что уже обследовано 136 юридических вузов и факультетов страны. Общественную аккредитацию получило 100 вузов. По 33 решение отложено до устранения сделанных экспертами замечаний. В общей сложности планируется аккредитовать 200 вузов из 1250. На заседание также была создана рабочая группа по разработке нормативов квалификации и сертификации юридических кадров. Фильм «Чечня. Трудный рассвет» вышел в эфир на канале НТВ 3 февраля. Свои комментарии о восстановлении разрушенной войной республики в документальной ленте дает глава счетной палаты Сергей Степашин. Я помню один из первых разговоров уже с Рамзаном Кадыровым, когда мы с ним походили по тому городу, посмотрели на эти пустые окна, выбитые. Я говорю, слушай, впечатление страшное. Он говорит, вот давайте так решим. Через два года мы увидим Грозного без следов войны. И свое обещание он выполнил. Те, кто сегодня приезжают в город, они просто поражаются. Я считаю, что это один из самых современных и красивых городов, не только на Кавказе.